Продолжение Азерийского. Делать состояние равновесия, мы определяем тип равновесия, в котором было тело до того, как из него вжили. Ну, человек просто не понимает определение равновесия. Равновесие. Вот безразличное равновесие. Неустойчивое равновесие, тело покатилось. Вот оно. В системе не возникают силы, возвращающиеся. Тело, состояние равновесия. Есть ускорение, да? Есть неустойчивое равновесие, да? Но вот тело вышло из состояния равновесия. Вот оно покатилось и вышло. Дальше смотрим устойчивое равновесие. Тело отклонили, возникли силы и ускорения, да? Возникли силы и ускорения. Тело осталось в состоянии равновесия. Тело осталось в состоянии равновесия. Это просто, это очень просто. Устойчивое равновесие. Тело отклонили, ускорение есть, движение есть, тело в состоянии равновесия. У нас целый кандидат физмат-наук этого не понимает. Он спорит со школьным определением, с общепринятым определением равновесия. Вот это вот состояние равновесия, тело в состоянии равновесия. Вот у нас пример в учебнике есть, как его отличить от других состояний. Вот это вот все. И когда оно лежит в центре ямочки, когда оно катится и когда ускоряется, в каждый момент этого действия, вот этой суеты любой, тело находится в состоянии равновесия. Вот отклонили, а оно все равно в равновесии. Это все, вот эта совокупность вот этих колебаний, движений, это все называется равновесие. Точка равновесия вот здесь, допустим, вот это вот тоже продолжение состояния равновесия. Вот когда вывели, это вот вывели, вот это уже не равновесие. А пока оно здесь, это равновесие. Вот они вкидываются реально, вот как так? Вот что сделать-то? Ну просто не тот выбор профессии, наверное. Вот как они пошли в такие науки, если они вообще не понимают каких-то элементарных вещей. Продолжение антитраксис. На мой взгляд, гораздо более правильно определять точку, как бесконечно малая. Тогда измеряемого размера у него нет, но бесконечно малый размер все-таки есть. То же самое, ну вот про это мы говорили, тут разные вещи. Вот когда вы задаете отрезок, и вам надо его заполнить точкой, вот тогда вам требуется, требуется какая-то составляющая линейной величины. То есть, пускай бесконечно малая протяженность, тогда вы сможете заполнить точками отрезок. Но для обозначения места в пространстве точкой, вот, вам размер не нужен для этой точки, вообще никакой. Более того, если вы, обозначая какой-то линейный размер в точке, да, вот вы заложили там миллиметр, да, и потом взяли два отрезка по сантиметру, приставили, да, вы уже погрешность закладываете. Задача точки не такая. Точка не должна накапливаемую погрешность вносить в расчет. Поэтому для удобства и вообще для рациональности выбран нулевой размер. Нам нужно показать место, мы его показали. Прямая тогда бесконечная цепь несуществующих объектов, именуемых точками. Правильно. Ну и отдельно про эту вот монографию, если откроете, вот под каждым роликом, есть ссылка на монографию. Там вот то, что вы говорите, описано и показано. Как два математика решили заполнить расстояние точками. Там история даже проведена такая. Пожалуйста, просто ознакомьтесь. И по этому товарищу Ткачеву. Суть претензий, вот все претензии, которые он предъявлял, они несостоятельны. Мы когда с Коведишем что было? Он начал утверждать, что вот это вот приближение шаров, это именно притяжение. Он говорит, нет, он, а что? А как может быть по-другому? Он даже не может, он не видел другого варианта. Он не понимал, что есть другой вариант. Мы ему показали другой вариант. То есть, после того, как он увидел другой вариант, вся его исходная претензия, она просто как песочек осыпалась. И он перешел к следующему пункту. Это вот просто перескакивание в критике с одного бессмысленной претензии на другую бессмысленную претензию. Он даже запомнит бессмысленно. Пожалуйста, если у кого-то критика есть, вносите ее просто под любым роликом. Утверждение такое-то, в части такое-то, неверно по такой-то причине. Не надо вот там фантазию, неверно потому, что мне мерещится то-то и то-то. Просто по такой-то причине указали и все. А если вы просто лозунг сказали, потому что оно так? Это не обоснование этого. Вторая претензия к отнющику. Спутник в его теории должен висеть в неком равновесии сил. Эта сила от удаленных тел должна при попытке удаления спутника от Земли расти. То есть спутник должен находиться как бы в ямке при устойчивом равновесии. А в том-то и вопрос, что сила от удаленных тел на спутник не может расти, не падать, тем более в квадратном расстоянии. Вранье! Вранье! Это элементарно. Сила изменяется именно с квадратом расстояния. Мы это показали, этому посвящена работа. Вот люди не могут сосредоточиться и сочиняют. Вот первый попавший вымысел в голову берут и начинают в своем слабомыслии обвинять других. То есть меня. Вы не смогли сосредоточиться, я виноват. Почему я должен быть виноват? Вы не смогли сосредоточиться. Ибо это расстояние огромное и даже бесконечное. То есть сила от удаленных тел должна быть константной. У вас кроме бесконечного удаления есть комплекс удаленных объектов, который поближе. Любая Земля в нем выталкивает и расталкивает полость. Любое тело, такое как Солнце, тоже расталкивает полость. И это все математическим легко учесть. И это не есть бесконечное расстояние. Созредотачивайтесь. Кстати, прикол, по теории Котючика, все планеты Солнечной системы должны двигаться на одном расстоянии от Солнца. В этой же ямке сил, ибо ямка одна, ржу не могу. Смерть без причины, признак дурачины. Вот давайте. Возьмем, запустим вокруг Земли, давайте, вокруг Земли запустим яблоко. Вот запустили. Оно находится в балансе. Вот здесь силы инерции, которые уносят яблоко, да, и есть сила притяжения, которая его заставляет обращаться. Мы можем запустить два яблока, допустим, вокруг Земли? Вот здесь, допустим, Земля, два яблока, да. Вот взяли вот так вот их и запустили. Вот они обращаются, да. Можем. То есть большое тело в два раза больше, да, чем предыдущее, тоже так же может обращаться. Потому что тяготение одно, да, каждый из этих тел притягивает с той же скоростью, да. Если мы слепим эти два тела, будет то же самое происходить. Проблемы нет. Мы можем эти два яблока запустить не вокруг Земли, а вокруг Венеры, другого какого-то тела. Можем. Проблемы есть? Нет. Вот ваша претензия, она никакая. Если все это вокруг Солнца, точно так же работает, да. То есть мы можем и на этой орбите запустить, и на этой орбите запустить. Просто баланс сил соблюсти, и это все работает. Не выдумывайте. Можем одно тело запустить, можем два вместе слепить. Нету с этим проблем. То, что вы просчитали, оно относится к галактикам. Вот когда галактики располагаются по космосу, вот тогда вот этот вот фактор, он и имеет место, силовую составляющую. Зависит ли масса планеты от расстояния до Солнца? В принципе, такой зависимости нет. Ну, как бы, если совсем в цифры вдаваться, там есть окно. Но в этом окне они могут как угодно располагаться. Просто, чтобы совпадало, чтобы был баланс сил, две силы, чтобы равновесились. И, пожалуйста, тело будет. И масса тела может варьироваться в этом окне. В принципе, мы можем и маленькое тело запустить, как спутник, и большое. На любом расстоянии, лишь бы совпали вот этот баланс сил. Если баланса сил нет, то не будет. Если есть, пожалуйста. Третья претензия к котюшеку, он отрицает центробежные силы. Как отрицает? Это вот тут просто. Просто люди не могут сосредоточиться. Вот центробежные силы. Как раз я говорю о балансе сил, центробежные и тяготения. Как я могу отрицать, если она у меня в расчетах везде? Четвертая претензия к котюшеку. Как видим, в его теории остается лишь один элемент. Это затенение экранирования планеты силы от других тел через поле. Это он, что он называет, частичное отсечение воздействия от комплекса удаленных объектов. А это, друзья, известная всем теория эфира газа. И котюшек ее украл. И просто заменил в ней эфир на поле. Поле у него толкает, а не тела. А по сути, это тот же эфир. Вот этот момент котюшек не может понять. Так, что я украл? Теория эфира газа. Ну вот, это теория Лесаржа Фатио. Известная теория. Так, я придерживаюсь теории Ломоносова. Открыто об этом говорю, да? Вот, украсть в этом ситуации теорию газа я полностью отрицаю. Я ее украсть не мог. Я ее показываю. Эфир показывает о том, что я не согласен с вашей теорией газа. Я ее отрицаю. Она не рабочая. Вот, экранирование здесь не в этом смысле имеется в виду. Нет такого экранирования, как фильтр. Есть вот именно вот это вот вытеснение полости. Экранирование, мы можем ее как экранирование обозначить в математической модели. Именно об этом речь, а не о том, что в этом. Сосредотачивайтесь, украли тут у них чего-то. Здравый смысл украли у вас. Пятая претензия к Катюшику. В его теории понятие поля определено, как и в современной физике. То есть поле в его теории это некий материальный объект, причем неделимый на части, то есть континуум. А это значит, Катюшик не может объяснить физику и механику давления этого поля на тела. В отличие, например, от массы целого поля от Кореи и Лоренца, в которой эфир, и поле это некая идеальная жидкость, которая реально течет, эти потоки толкают тела. Таким образом поле Катюшика непознаваемо, ибо неделимо на части. Тут ситуация такая. Вот вы познали с помощью потоков теорию эфира. А эфира нет, это невозможно. То есть вы познали что? Вы познали то, чего нет в реальности. Но вы это познали с помощью того, что вы выдумали потоки. Вы просто успокоили млекопитающих, которое в вас сидит, и млекопитающему показали аналогию, которая ему понятна, да, вот, как речка. А это как что? А это как речка, как водичка бежит. И млекопитающему стало понятно, оно успокоилось, да? Мы же не успокаиваем млекопитающих, мы просто отражаем факты. Если есть такое свойство поля, мы говорим, вот оно такое есть. Это сто процентов известно. Если нет такого свойства, мы не говорим. Мы не успокаиваем млекопитающему, мы передаем достоверную информацию о реальном мире. Поэтому мы даем в рамках того, что науке точно известно. Все. Это разные подходы. Вас успокоительные, но не соответствующие реальности больше успокаивает, больше вам нравится. Нам такой подход, ну, не подходит. Подход не подходит. Нам такое масло не масляное. Вот. По сути, проталкивает теорию Эйнштейна, который запретил даже думать, что эфир и поля состоят из частиц, которые движутся. С Эйнштейном тоже не дружим. Ну, не сочиняйте уже ерунду всякую. Вот просто, просто. Уже как весна. Собрали все и начали тут копошить, копошню слабоумную, отличаться умом и сообразительностью. Возьмите карандаш и активно помашите им. Заодно можете называть следы грифеля частицами, векторами, полем квадровой материи и пространством. В итоге получится пустота, зачеркнутая густым бредом. Именно такова вся современная наука. Комментарий от Логос. Зачитано. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!